Казахстан ждут досрочные президентские выборы уже этой осенью. Нынешний глава государства, который пришел к власти как ставленник Нурсултана Назарбаева, решил стать самостоятельным политиком, считают эксперты. По их мнению, Касым Жомар Токаев не пользуется огромной популярностью среди населения. Он так и не смог стать своим президентом для народа. Своего рода репетицией выборов был референдум, который прошел несколько месяцев назад. Так, Токаев сверил часы и, получив по итогам плебисцита нужную платформу, объявил о досрочных выборах. Он предложил также увеличить срок полномочий главы государства до 7 лет и исключить возможность переизбрания на второй срок. Так что же это такое? Реальная реформа? Попытка перевести Казахстан к парламентской демократии? Или просто ход человека, который не хочет уступать власть? Об этом поговорим с генеральным директором казахстанского издания «Власть» Вячеславом Абравовым. Вячеслав, добрый день. Спасибо, что присоединились к эфиру. Итак, что думают в Казахстане об инициативе Токаева? Зачем ему сейчас идти на выборы? Ведь к власти он пришел в 2019 году. Вы знаете, есть очень много, на самом деле, версий того, почему это происходит прямо сейчас. Мне самые убедительные кажутся две. Первая – это такая попытка отстроиться от событий, которые произошли в январе 2022 года в Казахстане. Я думаю, что многие ваши зрители о них так или иначе слышали. Это такие массовые протесты, которые охватили Казахстан, которые были жестоко подавлены. Больше двухсот человек, по официальным данным, погибли в Казахстане в эти дни. И эти события до сих пор очень сильно влияют на все процессы, которые происходят в стране. Мне кажется, что эти выборы будут в том числе попыткой отстроиться уже от этих событий, увести их больше в прошлое, сделать их истории, поставить в них точку. А второе – это ситуация экономическая, потому что очевидно, что война в Украине, развязанная Россией, и российская агрессия, она не может не отражаться экономически на ситуации в Казахстане, потому что у нас огромная протяженная граница с северным соседом. И мы очень созависимы экономически, 40% казахстанского импорта приходится на Россию. Поэтому, естественно, экономическая ситуация в Казахстане, она находится под огромным влиянием того, где находится и что происходит с российской экономикой. И экономисты, они солидарны в своих прогнозах, что экономическая ситуация в Казахстане, она будет ухудшаться довольно быстро в ближайшие месяцы. И очевидно, что если выборы проводить президентские, как это положено делать в 2024 году, то есть через два года, то у нынешнего президента Тукаева, который может официально претендовать на второй срок, у него могут быть серьезные проблемы во время голосования, вот такого, своевременного, на фоне экономических проблем, на фоне трудностей других и так дальше. А если проводить выборы прямо сейчас, то есть шанс, в принципе, на переизбрание, потому что у него, на самом деле, я не могу согласиться с вами до конца, что у него там совсем низкие рейтинги. Во-первых, у него все-таки есть какая-то поддержка среди населения, в том числе ждущего все еще от него каких-то больших шагов, реформ и так дальше, которые он обещает на протяжении трех лет. И это первое. Второе, вы понимаете, что когда выборы проводятся досрочно, у альтернативных кандидатов, у них крайне немного шансов на то, чтобы провести какую-то хорошую, широкую, подготовленную кампанию, потому что к досрочным выборам просто невозможно подготовиться. Поэтому мы, естественно, не ожидаем, что каким-то альтернативным кандидатам, в случае, если они в принципе будут выдвигаться, если это не будут согласованные президентской администрации кандидаты, а шансы очень велики, что именно такие только и будут участвовать, что у этих людей будут хоть какие-то шансы провести хорошую избирательную кампанию за этот короткий срок и получить какие-то серьезные голоса. Поэтому у Токаева, конечно, до конца осени, если он будет проводить выборы, у него очень высокие шансы на переизбрание до того момента, пока вот эти экономические эффекты от санкций, эффект от войны, он достигнет Казахстана в полной мере и сложности будут практически у всех. Скажите, пожалуйста, а есть ли серьезные оппоненты у Токаева? И вообще, если говорить об оппозиции, оппозиция есть на данный момент? Вы знаете, это сложный вопрос, потому что не Токаев сам, но система, которую построил предыдущий президент Назарбаев, она вымыла практически всех оппонентов из такого легального поля. Когда у них не было возможности зарегистрировать политические партии, у них не было возможности действовать в таком легальном поле, оппонировать власти и так дальше. Не все они, но некоторые из них находятся в местах лишения свободы. Вы прямо сейчас, например, один из тех людей, который очень активно, в том числе Токаеву оппонировал, он уже полгода находится за решеткой, как раз в том числе по обвинению в таком подстрекательстве январских событий в Казахстане. И, конечно, когда вы находитесь в такой ситуации о какой-то системной оппозиции, говорить очень сложно. И очень сложно предполагать, что оппозиция, находящаяся в таком положении как бы постоянно гонимых, постоянно преследуемых людей, она будет иметь возможность вести какую-то серьезную работу, информационную, просветительскую, находить своих сторонников и так дальше. Всего этого, конечно, нет. И за три года правления Тукаева, за три года, пока он находится у власти, в Казахстане не было зарегистрировано ни одной новой политической партии. В Казахстане не появилось каких-то сильных политиков, которые бы в легальном поле могли оппонировать, в том числе самому Тукаеву. И вот эти нынешние попытки, которые в том числе Тукаев и его администрация предпринимают, потому что бы либерализовать законодательство о политических партиях, о выборах и прочее, это все еще по-прежнему такая продолжающаяся реформа и продолжающиеся попытки. Это означает, что законодательство будет меняться еще несколько месяцев. Потом будет буквально еще какое-то время на то, чтобы это законодательство, эти поправки вступили в силу. Потом будут попытки зарегистрировать какие-то политические партии и так дальше. И в конечном итоге все равно большинство инструментов, как в любом недемократическом государстве, которое заявляет о том, что оно проводит реформы, все рычаги, решения и так дальше, они останутся в руках у правящей партии, у власти и так дальше. И, конечно, ожидать, что оппозиция получит какие-то инструменты для того, чтобы действовать в легальном поле, регистрировать политические партии, легально бороться за места в парламенте или в местных парламентах, всего этого ожидать не стоит, этого не происходит и этого не произойдет. Я думаю, что нам не стоит и ожидать каких-то сильных альтернативных кандидатов от оппозиции на этих выборах, поскольку в оппозиции, которая, конечно, существует, в которой есть интересные какие-то лидеры и разные люди с очень разными месседжами от каких-то очень специфических, я говорю о том, что их фокус, например, находится на проблемах аграриев, до людей, которые обладают каким-то опытом, в том числе на госслужбе, и потом ушли в оппозицию и так дальше, все они прекрасно понимают, что выдвинуться на эти выборы, это означает сыграть в игру, которая предложена властью. Я не уверен, что кто-то из них готов в эту игру играть по-серьезному и тем самым эти выборы легитимизировать, потому что все-таки, если мы не увидим альтернативных кандидатов у оппозиции, всегда будет возможность говорить об этих выборах, как вот таких нелегитимных, что ли, или не до конца легитимных. А если в эту игру подыграть, то тогда ситуация изменится. Поэтому мы не ждем каких-то настоящих независимых кандидатов, мы ожидаем кандидатов, которые будут согласованы президентской администрацией, которые там ранее делали какие-то более-менее независимые заявления или какие-то шаги, но тем не менее будут готовы вот в эту игру сыграть. Скажите, а можно ли сказать, что сейчас в Казахстане разворачивается борьба двух кланов, Токаева и Назарбаева? Можно, конечно, так сказать, но мне кажется, что до конца это правда и не будет, потому что у предыдущего президента Казахстана, у него интересное сейчас положение, потому что оно сложное, оно основано на ситуации, когда у него нет поддержки среди населения, его очень сильно не любят люди, потому что 30 лет узурпации власти и экономики, и бизнеса, и всего, когда вы превращаете свою страну в такое акционерное общество имени себя и раздаете пакеты акций своим родственникам, оно неизбежно приводит к тому, что у вас, наверное, народная поддержка будет снижаться. Это произошло с Назарбаевым и его окружением, и его семьей многочисленной, очень большой, которая владела Казахстаном на протяжении трех десятилетий. И поэтому, наверное, клан еще существует, вот в том виде, в котором мы понимаем кланы, в котором мы понимаем какие-то политические группы и так дальше, но этот клан, он не пользуется никакой поддержкой среди населения, а все-таки для того, чтобы иметь реальные шансы на успех и вести борьбу, недостаточно иметь просто денег или опыт или еще что-то, важна поддержка со стороны людей. Этой поддержки нет. У Токаева другая ситуация, у него, возможно, нет там какой-то супер искренней поддержки от населения, но все-таки есть какие-то надежды, как я говорил, на него по-прежнему. Есть какая-то поддержка среди разных групп, среди тех, кого можно относить к среднему классу, среди тех, кого можно относить к отдельным каким-то профессиональным группам и так дальше. И в этом смысле у него все-таки прямо сейчас хорошие позиции во всех смыслах. Есть еще разнообразные группы, в том числе, которые можно назвать оппозиции и прочее, которые готовы за власть бороться, но их шансы на успех, конечно, не очень велики из-за той системы, которая была построена Назарбаевым и которая вполне себе успешно по-прежнему используется уже текущей властью Казахстана. Такаев бросил вызов Путину на Петербургском экономическом форуме. Что это значит? Он дистанцируется от политики Кремля? Или это было сделано для того, чтобы избежать вторичных западных санкций, которые могли ударить по экономике? Вы знаете, мне кажется, второе, и мне кажется, что, ну, что называется этот вопрос, это выступление, оно должно было произвести впечатление, оно его произвело, как бы, и на Западе, и частично в Казахстане, непонятно, что не среди всех, но встречено оно было одобрительно очень здесь внутри страны, в том числе экспертным сообществом. Но я думаю, что все-таки здесь важно понимать, что, да, официальная позиция Казахстана, она с самого начала была очень понятна и очень прозрачна. Мы не будем признавать псевдореспублики, мы не будем, никаким образом не будем признавать там нарушение территориальной целостности Украины, но в то же время мы не называем там российскую агрессию российской агрессией. Мы очень аккуратны в каких-то других формулировках, мы, конечно, не останавливали там никакие экономические связи, политические связи и так дальше. Вы можете это легко проверить, там, посмотрев на сайте Тукаева количество встреч, которые он провел, и телефонных разговоров, которые он провел с Путиным. И это огромное количество, вы понимаете это. И, конечно, все это означает, что никакие связи не рушатся, никакие связи не прерываются, и все контакты продолжаются, и вся работа, которая велась, в том числе экономическая, она продолжается. Но в то же время Казахстан, конечно, не должен допустить и не допустит того, чтобы вторичные санкции применялись по отношению к стране, потому что, ну, наше положение не таково. И одновременно у Казахстана есть хороший шанс, на самом деле, мне кажется, что власти страны это понимают, в том числе и сам Тукаев это понимает, что эта ситуация должна привести к тому, что Казахстан должен стать менее зависим от России во многих вопросах, в том числе в транспортировке нефти, в том числе в зависимости от каких-то отдельных товарных позиций, в том числе в переговорных процессах по внутри Евразийского экономического союза, участниками которого являются и Казахстан, и Россия, и которые очень серьезно ограничивают наши возможности, в том числе торговые, например. Вот все эти вопросы, их можно и нужно решать прямо сейчас, потому что прямо сейчас позиция, что называется, верная для того, чтобы сдвинуть с мертвой точки какие-то процессы, проработать какие-то новые коридоры торговые, сделать какие-то шаги к тому, чтобы стать менее зависимым от российского импорта и прочее. И с большим или меньшим успехом Казахстан все-таки в этом направлении двигается, начиная с конца февраля, и какие-то вещи уже поменял, или меняет прямо сейчас, в том числе, например, маршруты транспортировки нефти, или какие-то торговые вопросы. Эта работа ведется, и я думаю, что Тукаеву стоит определенных усилий убеждать российских партнеров в необходимости этих вещей, но, насколько мы можем судить, он это делает, потому что все эти вещи происходят, и пока никаких вторичных санкций, в том числе по отношению к Казахстану, не применяется. Вячеслав, на том же Петербургском экономическом форуме Путин назвал президента Казахстана не его именем, а словосочетанием, похоже на нечлераздельную скороговорку. Что это? С трудом верится, что Путин не может запомнить имя и отчество коллеги. Да, это такой дискутируемый вопрос, потому что люди три года общаются, какое-то время, вероятно, и до этого знали друг друга, но какие-то есть проблемы с произношением имени у российского президента. Я не знаю, что это, может быть, он стареет. У него никогда не было проблем с произношением имени Нурсултана Бишевич, это имя предыдущего президента Казахстана. Но здесь, возможно, это какой-то сигнал, возможно, это неуважение, возможно, это действительно признаки какого-то меняющегося состояния, которое мы наблюдаем прямо сейчас, потому что мы же можем видеть физические изменения в человеке, верно? Ну, там, ногами дергают больше, руками там что-то не двигается и прочее. Возможно, это проблема с произношением имени Касымжомат Кемелевич, что на самом деле не так сложно, как вы понимаете. Это вот, ну, может быть, это тоже вот это проявление. Но многие коллеги, они склонны видеть в этом все-таки какой-то сигнал, который посылается каждый раз, потому что, ну, возможно, это так. Мне очень сложно рассуждать на эту тему, просто потому что я не очень понимаю, как это, в принципе, возможно, за три года не научиться произносить имя человека. У меня, я не врач, я не могу объяснить там, ментальные или другие изменения, которые происходят с человеком. Ну, тем более, там, мы не владеем полной медицинской информацией, что называется, даже если бы были врачами. Но прямо сейчас с вами вряд ли мы могли бы ставить диагноз. Но и одновременно как бы спекулировать на эту тему дальше, ну, мне просто сложно и не очень хочется, потому что, мне кажется, вот прямо сейчас, как это выглядит, это выглядит как неуважение. И это выглядит не очень приятно для людей, которые живут в Казахстане, потому что как бы мы не относились к своему президенту, он наш президент. И нам бы не хотелось, чтобы его имя коверкали каждый раз, когда с ним встречаются, потому что это отзывается не очень приятно во всех нас. Давайте вернемся к вопросу об изменениях в Конституцию. Представим себе, что Токаев находится у власти 7 лет. Что будет со следующим сроком? Откажется ли он от власти? И настанет ли действительно в Казахстане парламентская демократия? Вы знаете, я думаю, что с Токаевым как раз есть какие-то шансы на то, что вот этот второй срок, который будет больше формально, чем первый, чем который был бы предусмотрен действующей Конституцией, но который в реальности даст ему те же 10 лет, которые он бы смог отработать и по нынешней версии Конституции. То есть, что так, 3 плюс 7, 10, что 5 плюс 5, 10. Вот с ним все-таки у многих в Казахстане, в том числе у меня, есть ощущение, что он не пойдет на какую-то попытку сделать третий срок, пойти на третий срок и так дальше. У нас, ну, мало у кого в Казахстане есть вот это ощущение, что он будет таким человеком. По совокупности причин. Он не молодой человек, вы понимаете это. Ему будет там 76, по-моему, в тот момент, когда встанет вопрос о третьем сроке. И, ну, мы, конечно, видим там примеры президента Байдена, например, в Соединенных Штатах, который старше, но одновременно мы все-таки понимаем, что к этому возрасту люди чаще склонны отказываться уже от какой-то такой сверхактивности, чем пытаться ее поддерживать. Поэтому здесь будет давить возраст, и здесь будет давить ожидание, которое есть в обществе. В обществе есть ожидание, что он не пойдет на нарушение Конституции, какой бы она ни была к моменту, когда он будет покидать свой пост. Вот это второе, а третье, здесь нужно отдавать себе отчет. Конституция Казахстана нынешняя, она была принята в 95-м году, 27 лет назад. Это вторая конституция независимого Казахстана, но после этого ее меняли просто несметное количество раз. Несметное, правда. И в ней менялись и президентские сроки у нас было. Мы выбирали президента на 5 лет, потом на 7 лет, потом два раза, потом мы сняли все ограничения для Назарбаева персонально и приписали это в Конституцию, что может избираться какое угодно количество раз и так дальше. И все это время только один раз в этом году мы провели референдум по изменениям в Конституцию. Во всех остальных случаях поправки проходили через парламент, наша Конституция это предусматривает. И вот нынешние вот эти изменения, которые предлагает Тукаев, 7-летний срок и однократная возможность избрания президентом, они снова будут проходить, скорее всего, через парламент. И никто и никогда в Республике Казахстан не даст вам никаких гарантий, что Конституцию не поменяют снова в следующие 7 лет. Потому что мы только что приняли на референдуме поправки в Конституцию, это произошло 5 июня, 3 месяца назад, по-моему, день в день, да? И мы снова меняем Конституцию спустя вот эти 3 месяца. И, конечно, за следующие 7 лет Конституция может снова поменяться, сроки могут откатиться и так дальше, и Тукаев может претендовать на переизбрание. Мы не знаем, как это будет, и Казахстан такая страна, которая уже прошла через многие, через такой опыт долгого авторитарного правления, и в отличие от большинства стран, в том числе и постсоветских, меняла президентов слишком редко. Поэтому мы будем надеяться на то, что все-таки через какое-то количество лет в Казахстане будет и третий президент, и у нас даже будет возможность его избрать на каких-то более-менее честных выборах. Такого опыта у нас тоже еще ни разу за 30 лет не было. И последний вопрос, если можно коротко, его не могу не затронуть. Русский язык в школах. С 1 сентября отменено изучение русского языка в первых классах. Он вводится со второго. В этом есть политический контекст? И менялось ли, в принципе, отношение к русскому языку с началом полномасштабной войны в Украине? Отношение, конечно, изменилось. В том числе мы видим огромное количество людей, которые желают, наконец, изучать казахский язык, говорить на казахском языке в Казахстане. Это хорошая, мне кажется, новость. И мы можем только поблагодарить северного соседа за то, что он своими нелепыми действиями по... Как они это называют, я не хочу это повторять. В Украине они только заставляют людей как бы больше искать идентификацию, связанную со своей страной, а не только со своей национальностью. А относительно русского языка в школах, вы знаете, это не до конца верная информация. Русский язык не изучается только в школах с казахским языком обучения. И это делается потому, что дети в первом классе должны научиться писать, читать и нормально говорить. Ну, я полагаю, что они все-таки к школе уже умеют говорить, но говорить более грамотно на своем языке, на национальном языке. И если они учатся в школах с казахским языком обучения, то в первом классе у них не будет русского языка. И мне кажется, что вот эта ситуация, как бы та драма, которую пытаются развернуть вокруг этой истории, она, конечно, ну, это чистая инсинуация и спекуляция со стороны российских медиа, которые опускают вот этот фрагмент, связанный с национальными школами, с тем, что это происходит в школах с казахским языком обучения, а пытаются это спекулировать таким образом, что это происходит везде. В школах с русским языком обучения, где дети учатся на русском языке, они будут учить русский язык с первого класса по-прежнему, а во втором классе у них добавится английский язык. В школах с казахским языком обучение, обучение будет вестись на казахском языке в первом классе только, и со второго класса у них будет добавляться русский язык, затем английский язык. То есть в старшей школе у них часть предметов будет идти на английском языке, часть предметов на языке их обучения и так далее. В этом смысле мало что меняется. Делается это для того, чтобы дети не травмировались объемом языков, которые им пытаются вложить в голову в столь раннем возрасте. Мне кажется, это объяснение довольно логичным, понятным и не требующим каких-то дополнительных спекуляций на эту тему. Мне кажется, это абсолютно нормальный рабочий процесс. Вячеслав Абрамов, генеральный директор издания «Власть». Спасибо большое за включение. До встречи.